Христос воскрес Невидимое здесь, среди нас За эти прошедшие дни Господь, Ты так много говорил нашим сердцам Ты касался нас Духом Твоим Святым, Господь, и мы верим Что это было не напрасно Это было сделано для того, чтобы Каждый здесь присутствующих и тот, кто нас Слышал, могли совершать служение Пред Тобой более ревностно С более лучшим посвящением Для славы Твоей Господь, перед нами служение В котором мы хотим поклониться Тебе Прославить Тебя и вновь услышать Какие-то моменты, на которые Ты хочешь обратить наше внимание Через уста братьев И Слова Твоего Услышь нашу молитву, пребудь с нами Аминь Мы споем все вместе Общее пение Высока, любовь и дивна Высока, любовь и дивна Чисто, свято, глубока Изливается из сердца неизменного Христа Он, рода, небес откроет, чтобы мне туда войти Подавил Он мне спасение и прощание все грехи Я на дно веках спустился Как заблудшая отца В горе скорби я томился Он любви нашел меня Он, рода, небес откроет, чтобы мне туда войти Подавил Он мне спасение и прощание все грехи Чудная любовь Иисуса Все грехи Он мне просит Честь, честь, хвала и слава За меня Он, рода, кролик Он, рода, небес откроет, чтобы мне туда войти Подавил Он мне спасение и прощание все грехи Он, рода, небес откроет, чтобы мне туда войти Подавил Он мне спасение и прощание все грехи Мы останемся на наших ногах и выслушаем пение хора Господу хвалу воздайте А зачем будет участие церкви на горе, город Спакен Мой добрый пастырь Господу хвалу воздайте Аллилуйя Пение Бога прославляйте Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 Бог всесильный царь, царей, Аллилуйя. И раздаваться твоим, Аллилуйя, Пусть он чек ему пола, Аллилуйя, 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 честь, слава. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Честь, слава, Аллилуйя. Мой добрый пастырь Иисус. Ты от греха мне дал свободу, Чем сел стушить отчайший груз, И меня к водам тихим водишь. На злачных пожитях твоих, Мне и мирно, и спокойно. И я не ищу путей иных, Мой дух в тебе лишь солищит. И я не ищу путей иных, Мой дух в тебе лишь солищит. В долиной смерти и пойду, Не убоюсь врага угроз. Всегда убежище найду, В тебе мой любящий Христос. Хоть поступает суета, Окружение злобой дышит. Но моя душа, познав Христа, Напевы сладостные слышит. Но моя душа, познав Христа, Напевы сладостные слышит. Ты даровал хлеб жизни мне, И преисполнил мою чашу, Мой каждый шаг здесь на земле, Твоей любовью окрашен. Из мир целебный ты еле, Как оботочащие раны, И тебя за это сутью всей Благодарить не перестану. Я тебе пою хваленья гимн, Сердечно радостью ликуя, Лишь тобою мой Христос одним, Теперь живу и существую. Слава Богу! Слава Богу! Странствуя, странствую, странствую, Господи, столько лет, Города жду прекрасного, но на земле его нет. Многоэтажной сложности, так человеку Бог. Нужно, чтоб был художником города вечный Бог. Смены земные тесны мне, к Вышнему я стремлюсь. Города жду чудесного, где мой Господь Иисус? Города жду чудесного, где мой Господь Иисус? Здесь все земное серое, как я хочу домой. Издали вижу верою город прекрасный мой. И замирает в радости от ожидания дух. Скажут мне люди, странный ты, а я домой иду. Стены земные тесны мне, к Вышнему я стремлюсь. Города жду чудесного, где мой Господь Иисус? Стены земные тесны мне, к Вышнему я стремлюсь. Города жду чудесного, где мой Господь Иисус? Странствую, странствую, странствую. Я думаю, мы были свидетелями вчера, когда отвечали вопросы, ответы на вопросы. И брат Терентий Александрович, пожалуйста, please, он говорил на английском языке. И мы с братьями буквально сегодня утром заметили, что по залу большая часть людей его понимают. И он скажет приветственное слово Конгрессу на английском языке. Пожалуйста. Мир вам братья и состри. Мир вам братья и состри. The theme of our Congress here is co-workers, being co-workers with God. And this is so important that we understand the order. Co-workers with God. That's what Paul says in 2 Corinthians 6, verse 1, that we are co-workers with him. It's his work. Now, the question is, when do we become a co-worker? When do we become a co-worker where we work with God? And not the other way around, where we determine and say, oh, I need to do this work. God help me do my work. We have to get it straight in our minds and understanding that we are the servants. And that God has called us to serve. To do his work. Here on earth. To prepare the bride of Christ. To proclaim the gospel. To be his co-workers, his servants, in his beautiful and glorious work here on earth. A privilege that we have been called to participate in. Do we value that? Here in Seattle, you have something that I don't have back in Ontario. You have mountains. When you can see them. And these mountains are a testament of something that I want to leave with you. In Psalm 121, verses 1 and 2. And this is the first step. How do we become a co-worker? We are believers. We're saved. We've been brought into fellowship with him. Cleansed. Purchased by his blood. Forgiven. Reconciled to God. Made right with him. We're part of his family. And part of his purpose. Let us begin. I will lift up my eyes to the mountains. From whence shall my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. The starting place, looking up. The world wants you, in his work, to look down. Keep looking down. Look at your problems. Look at your suffering. Look at the difficulty. And most of all, the world will want you to look at the problems that people are having in your church, in your brothers and sisters. And yet we know Jesus told Peter, don't look at them. Follow me. Our vision should always be upward. Should always be fixed upon Christ. He's our shepherd. He's our leader. He's our king. He's the glorified, risen Lord. And we have been called to serve him. So, the first thing, let's look up to where our help comes from. Now, when we're there, what happens? Well, in Exodus chapter 3, Exodus chapter 3, something happens. And this is the story of Moses. He's 80 years old. And in Exodus chapter 3, verses 3 and 4, something happens. For the most part, Moses is at the bottom of the mountain, busy working, tending sheep, looking after things, looking after himself, until he sees the glow of a burning bush. And he says this, I must turn aside now and see this marvelous sight, why the bush is not burned up. And when the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses, 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 and Moses says, Here I am. What's the importance of this? Jesus, we can get so caught up in programs and maybe doing our work, too involved in our life, that we can almost organize the Holy Spirit out of our lives. And you can just remain at the mountain, just going around in circles and busying yourself and thinking, Well, I'm alive, I'm doing something. Why did God call Moses up to the mountain? Because he wanted to give Moses something to do. He wanted to send him as the deliverer. The thing that we need to understand in this, is before you go out to service, you have to come on in to the Lord. This is where your help comes from to do the work below, to do the work in Egypt, to do the work in Seattle, among the Slavic people. You have to come on in to the Lord, to worship, to receive instruction, to surrender. And when you're there, Isaiah gives us more insight of the importance of being in the presence of the Lord in coming in. in Isaiah chapter 6. We see in verses 1 to 6, the commissioning of Isaiah. In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord. Moses saw the Lord. Isaiah saw the Lord. We saw the Lord. And then we see in verse 3, and one called out to one another, and these are the seraphim, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Describing the glory of God, and the foundations of the thresholds, tremble at the voice of him who called out, while the temple was filling with smoke. The glory of God was before Isaiah. And what happened to Isaiah when he saw the Lord? He says, Woe is me, for I am ruined, in verse 5, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. When you see a Lord, before you become a co-worker, you must see the Lord. You must come on in. To fellowship with the Lord. To receive the orders. To receive the instructions. To surrender your life before you go out. Because then, three things will happen. And it all begins from where your help comes from. When you see the Lord, you have the right view of who the Lord is. Then you have the right view of who you are. And then you have the right view of others. And then you recognize, Isaiah's saying here, that one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hands, which he had taken from the altar with tongs. And he touched my mouth, in verse 7. And behold, this has touched my lips, and your iniquity is taken away, and your sin is forgiven. Atonement. We come into the presence of the Lord before we go out to confirm and to surrender and to understand and to surrender to the Lord in this. Lord, I consent and I submit to your will for my character before he will send you out to do his will, his work. He will not send anyone unfit to do his will. That would be a dishonor. It won't bring him glory because you'll be acting out of yourself, out of your talents, out of your strength, out of your wisdom. You'll be following your heart in the work when the heart is really made to be led and to be led by him. The Lord has called us to be these co-workers, yes. And we need to understand that this work is his. And he is asking us and inviting us to do this work together with him so that we will have a conclusion in 1 Corinthians 15, 58. So that these words will be true of us because we came in to the Lord for fellowship, for surrender, for understanding, to prepare our character to go out in service. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. This is a true co-worker that has been built, has the character of God built into them, and they were ready and willing for service. Brothers and sisters, we have this hope. We have this life within us. Let's live it to the glory of God. Why? I believe Christos fast Christos fast and one last time Christos fast Thank you, Lord. God bless you all and be a faithful co-worker all the days of your life until he comes. Amen. Thank you, brother Terry. Bratis and sisters, я думаю, сейчас у нас будет участие хора «Кто в совершенстве может?» Я думаю, что когда мы слышим речь на языке, который мы, может быть, некоторые не до конца понимаем, это не проблема. Я думаю, для Бога печальнее то, когда мы все можем говорить на одном языке и у нас, и мы не понимаем друг друга. Когда мы читаем Библию, через все страницы Ветхого Завета и Нового Завета мы встречаем, что народ Божий всегда жил и присутствовали два, а то и даже три языка. «Кто в совершенстве» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Лаодикийскую церковь. Я для себя выбрал слово следующее – «мёртвая». Эту церковь можно назвать «мёртвая церковь». Обратите внимание, что её характеризует. Не холоден, не горяч, но тёпл. Вы знаете, может быть, это грубо прозвучит, но тем не менее. Тело этой церкви – ещё не остывший труп. Он не горяч, он не холоден, он тёпл. В этой церкви нет жизни. И при этом мы видим очень высокое мнение о себе. Обратите внимание, как верующие люди в этой церкви рассуждают о себе. «Я богат, разбогател, я ни в чём не имею нужды». Но Господь, глядя на эту церковь, даёт ей совершенно другую характеристику. Он видит её несчастной, жалкой, нищей, обнажённой и при этом ещё и слепой. И самое печальное, вот во всей этой картине, то, что Христос говорит. «Се стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, войду к нему». То есть Христос стоит за дверью в этой церкви. Здесь будет очень уместно задать вопрос. А вообще, каким образом так получилось, что эта церковь стала такой? Ведь она не с самого начала была такой. Как получилось, что эта церковь пришла к такому состоянию? И, наверное, мы можем перечислить многие факторы, которые поспособствовали этому. Но я обращу внимание только на один. В Священном Писании мы находим такие слова. «Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Вот тут наша тема. Как противостать обмерщвлению Церкви? «Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Братья и сестры, Иисус Христос – это видимое воплощение Божьей любви. И христианскую жизнь как отдельного человека, так и в целом Церкви, общины, определяет присутствие Иисуса Христа. «Тот, в чьей жизни лично нет Иисуса Христа, такой человек мертвый для Бога». И та Церковь, в которой нет Иисуса Христа, она мертвая для Бога. И Господь говорит, что тот человек, который ищет Его, он к Нему приходит, и он вселяется в Него. И, дорогие друзья, это не аллегория, это не какой-то переносный смысл. Это имеет буквальное значение. Тот человек, который хочет иметь общение с Богом, Иисус Христос вселяется в этого человека. Во втором послании к Коринфианам, в шестой главе, мы читаем такие слова. «Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Так вот, кто любит мир, в том нет любви, отчей. Кто любит мир, в том нет Иисуса Христа, и, соответственно, такой человек, или такая поместная Церковь является духовно мертвой. Я представляю, что сейчас кто-то, может быть, внутренне возражает мне и приводит следующий аргумент. Мы имеем замечательное обетование от Иисуса Христа, которое гласит, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Каким образом может быть так, чтобы Церковь умерла? Друзья, это действительно замечательное обетование, но я думаю, что его стоит использовать корректно. Когда Господь говорит, «Я создам Церковь, и врата ада не одолеют ее», это значит, что до момента восхищения не будет такого времени, когда бы на земле не осталось хотя бы малого остатка верного Иисусу Христу. Но любая поместная Церковь находится в опасности духовно умереть. И вот, знаете, я сказал, что вот эта Церковь Лаодикийская – это мертвая Церковь. На сегодняшний день есть организации, которые называются еще церквами, и мы даже проезжаем мимо зданий их, и это церковные здания. Наверное, когда-то в них действительно были живые общины, но на сегодняшний день многие из этих организаций, они не только мертвы, они, знаете, как Лазарь четырехдневный, они уже смердят, потому что они не благоухание Христа распространяют, они распространяют зловоние греха, потому что они приняли грех, и они не только грех одобряют, они его всячески поддерживают. Это ужасная картина, это ужасное состояние, и время вот в этом смысле оно ужасно, потому что любая община находится в опасности. Знаете, в том городе, где мы живем, в самом его центре, есть пивной бар. И мы вот иногда прогуливаемся там с женой по этой улице, и вечером, когда идешь там, можно заметить веселящийся народ, танцующий народ. Самое печальное во всей этой картине то, что этот бар находится в здании дома молитвы. Вот вся архитектура этого здания говорит о том, что когда-то это здание было домом молитвы. Возникает вопрос, каким образом получилось, что дом молитвы стал пивным баром? Не печально ли это? Я думаю, что это ужасно. Дорогие друзья, я еще раз повторюсь, обетование Иисуса Христа о том, что врата ада не одолеют церковь, оно не безусловно, но оно применительно к поместной церкви, имеет определенные условия. И одно из этих условий заключается в том, что в первую очередь служители церкви, соработники Божии, призваны к тому, чтобы противостоять обмерщвлению церкви. Итак, одна из серьезнейших опасностей, угрожающих поместной церкви, это проникновение в церковь мира. В одном нашем замечательном христианском псалме мы поем, «Вышел я на новую дорогу, предо мной тернистый путь лежит, а вдали к небесному чертогу огонек живительный горит, за стеной, как волны у прибоя, кто-то страшно стонет и ревет. Это он, не знающий покоя, грешный мир меня к себе зовет. Друзья, грешный мир не только к себе зовет, но он всеми силами стремится проникнуть внутрь церкви». Океанское судно никогда не тонет от того, что оно находится в воде и вокруг много воды. Но любое судно находится в опасности, если вода проникнет внутрь него. И в этом случае погибнуть может не только судно, но и все, кто находится на его борту. Что же нам нужно сделать, чтобы сохранить себя и наши поместные церкви от обмерщвления? И нам, прежде всего, нужно разобраться в терминологии. Что значит слово «мир»? Нужно сказать, что в русском языке слово «мир» очень многозначное. И в зависимости от контекста это слово может быть положительным, положительное содержание иметь, или наоборот, это слово может быть очень негативным и иметь негативный контекст, негативную коннотацию. Приведу примеры. Мы уже упомянули этот текст. «Не любите мира, ни того, что в мире». С другой стороны, мы читаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И Иисус Христос о дьяволе говорит следующие слова. Что дьявол – князь этого мира. И дьявол не обманывал Иисуса Христа, когда сказал, что Ему отдана власть над всем. Это действительно так. Он – князь этого мира. Но с другой стороны, мы об Иисусе Христе читаем, что Он тоже будет наречен князем чего? Мира. Совершенно разный смысл. Вот, кстати, очень интересно, в других языках даже слова различные стоят. Вот, когда речь идет о дьяволе, что Он – князь этого мира, речь идет о Его владычестве над той системой, которая установилась во Вселенной после грехопадения. А когда о Христе говорится, что Он – князь мира, вот я сегодня еще проверил специально, там так и написано – «Принц оф Пис». Князь мира, как состояние умиротворения, состояние без вражды, состояние без войны. Христос именно князь этого мира. И когда Он говорит, я даю вам свой мир, Он говорит вот об этом мире, о состоянии без вражды, о состоянии покоя и умиротворения. Итак, когда мы говорим «не любить мир», мы подразумеваем вот эту вот систему зла, которая установилась во Вселенной после грехопадения. И система эта противостоит Богу и всему святому. Нужно отметить, как только человек становится христианином, Он, естественно, оказывается в состоянии войны против этой системы. Апостол Павел об этом пишет следующие слова. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Понятие «мир» вот в этом тексте передано словами «век сей». А дьявол и его бесы – это мироправители этой системы. И если человек действительно христианин, он всегда будет находиться в состоянии брани, или современным языком, в состоянии войны вот с этой системой. Новый Завет очень подробно описывает эту систему и очень ясно говорит о том, каким должно быть отношение верующих людей к ней. Что мы находим в Писании по этой теме? Я хочу просто зачитать выборку. Я думаю, что люди, которые находятся здесь, прекрасно сразу вспомнят те тексты, где об этом говорится. Я не буду зачитывать эти тексты, просто прочитаю в целом, что говорит Священное Писание о мире. В первую очередь, безусловно, Новый Завет. Итак, мир, которому нужно противостоять, это система, возникшая во Вселенной после грехопадения. Князем или владыкой этого мира является дьявол, сатана. Третье. Средства управления, которыми пользуется дьявол над гражданами этого мира, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Этот мир ненавидит христиан и Иисуса Христа. Следующее. Человек, желающий жить на земле по-христиански благочестиво, всегда будет гоним этим миром. И гонение свидетельствует о принадлежности человека Богу и о том, что его ждет на небесах награда. Следующее. Между верующим человеком и властями этого мира идет непрекращающаяся война, но, так написано, вера христианская побеждает мир. И еще. Конец этого мира. Разрушение и гибель в огне. Писание очень ясно говорит о том, по отношению к этому миру, каковы обязанности верующих людей. Я тоже просто перечислю. Первая обязанность. Не любить мира, не того, что в этом мире. В чем эта любовь? Не придерживаться вкусов, взглядов, идей, господствующих в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Итак, первое. Не любить мира. Следующее. Писание говорит, что нельзя дружить с этим миром. И кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Следующее. Писание говорит, что верующий человек призван быть светом и солью для этого мира. И именно по этой причине Христос не взял верующих людей от этого мира, но в мире сохраняет от зла. И еще. Конец этого мира, как я уже и говорил, это погибель в огне. Тут я хотел бы прочитать эти слова. Это записано во втором послании Петра, третья глава, с десятого стиха. Придет же день Господень, как тать или как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть вам в святой жизни и благочестии? Вот конец этого мира. И Господь через апостола Петра задает вопрос. Если таков будет конец этой системы, то каким должно быть ваше жительство на этой земле? Практическая сторона для нас. Вы знаете, иногда мир буквально вламывается в нашу жизнь, вот буквально выбивая дверь. А иногда мир подходит к нам, как такой джентльмен в галстуке, в костюме, и он просто аккуратно стучится в нашу дверь и спрашивает, можно я к вам войду? Вы знаете, дорогие друзья, вот как бы мир не пытался зайти к нам, в любом случае тот, кто допускает мир в свою жизнь, находится в опасности погибнуть. Я уже сказал, что есть три руководящих начала или три рычага управления в этом мире. Я хотел бы более подробно прочитать этот текст. Первое послание Иоанна, вторая глава с пятнадцатого стиха. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Божьей, Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Когда мы говорим о проникновении мира в церковь, то мы говорим о вот именно этих трех началах. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То, как эти вот начала могут проявиться, они могут проявляться очень по-разному. Но когда вот есть влияние мира, всегда есть действие этих трех господствующих в мире начала. Итак, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое похоть, братья и сестры? Похоть – это сильное греховное влечение. И первое, что мы здесь находим, это похоть плоти. Бывает ли у нас похоть плоти? Что это вообще такое? Как это проявляется? Вот я уже сказал, что иногда мир, он буквально вламывается в нашу жизнь, а иногда он пытается войти, ну так вот, знаете, деликатно. Вот когда я пришел в церковь, я хотел бы, чтобы мы, так сказать, оглянулись назад и просто посмотрели, какими евангельские христиане-баптисты были, я покаялся 31 год назад. Вот какими евангельские христиане-баптисты были 31 год назад, какие они сейчас, и вообще на каком пути мы находимся, к чему мы идем. Вот когда я покаялся, я пришел в церковь, очень хорошая церковь у нас была, пресс-фитером был Александр Кириллович Сипко, и у нас была замечательная христианская молодежь. И вот в то время в церкви уже были и те, кто из верующих семей, ну я говорю вот о молодежи, дети верующих родителей, и были те, которые пришли к Богу из мира. Все они выглядели хорошо, ну вот так по-христиански, вели себя красиво, очень хорошая молодежь была. И вот я не знал еще, кто из какой семьи, и мне было интересно, а кто вот из верующих семей, а кто из неверующих семей. Как можно было их отличить, братья и сестры? Вот у девушек я нашел вариант, как можно определить безошибочно. Она из христианской семьи, родилась у верующих родителей, или из неверующей семьи. Как вы думаете, как можно было вот отличить девушку? Сто процентов. Проколоты уши. Вот та девушка, у которой были проколоты уши, а это значит из неверующей семьи, потому что верующие люди не прокалывали уши, потому что сережки это был, ну такой атрибут, который ясно говорил, что это женщина, девушка, мирская. Ну так или нет? Братья и сестры. Или это только вот у нас в горах было? Это так было. Сегодня, вот обратите внимание, я помню, как один брат свидетельствовал, говорит, ему поручили поехать в одну маленькую церковь, вечерю преподать. И говорит, я приехал. И говорит, встали люди на вечерю, а я не знаю, кому чашу подносить, а кому не подносить, потому что я не могу определить, кто здесь верующий, а кто не верующий, по внешнему виду. Братья и сестры, ведь сегодня во многих церквах вот этот вопрос, допустим, сережек, он вообще снят с повестки дня. Вот у меня вопрос. Вот этот процесс. От того момента, 30 лет назад, когда покаялся я, когда сережки были атрибутом, говорящим о том, что человек мирской, до того момента, когда сегодня говорят, да в этом ничего нет, главное сердце, чтобы было правильное. У меня вопрос к вам. Это процесс обмершвления или нет? Ну, мне просто интересно, как вы думаете? Вот, знаете, на мой взгляд, да, это процесс обмершвления. Ну, кто-то скажет, ну, зачем такие примитивные примеры? Давай что-нибудь посерьезней. Да, слушайте, в общем-то, оно все такое как бы простое получается. Ведь сегодня к нам подходят и задают вопрос, ну, как насчет Сережи, как насчет других украшений. А нужно там покрывать сестре голову или не нужно покрывать сестре голову? Ну, или еще. А вот, знаете, 30 лет назад, я не помню, чтобы на собраниях хлопали. А сейчас, прям как в президиуме ЦК КПСС, бурные аплодисменты. У меня вопрос к вам. Вот это как бы естественный цикл жизни христианской или это процесс обмершвления, что раньше не хлопали, а теперь хлопаем? На мой взгляд, это процесс обмершвления. Следующий вопрос, который нам задает. А верующему человеку татуировки можно делать? Ну, что плохого в хорошей татуировке? Вот я видел человека, знаете, он тут вот себе на голени 22-й псалом оттатуировал. И вот он одевает шорт и идет, евангелизирует. Понимаете, вот такая наглядная иллюстрация. А это, вот вы смеетесь, но эти вопросы сегодня реально задают. А вот это вот процесс обмершвления, когда человек там накалывает на себя библейские тексты. Или это, в общем-то, форма евангелизации? Ну, следующий вопрос. А как насчет, ну, допустим, пирсинга? Можно делать пирсинг? Вот, ну, прокалывать какие-то части тела, какие-то железячки в себя вставлять. Ведь сегодня это делают, да? Это процесс обмершвления или нет? Ну, еще я вам один вопрос задам. А верующим на свадьбе целоваться, это можно или это процесс обмершвления? А я еще один вопрос вам задам. А танцевать на свадьбе верующим можно, или это процесс обмершвления? Но ведь танцуют. Ведь танцуют! Вы знаете, некоторое время назад у нас один проповедник в нашей церкви был. Дед старый. И вот у него, дед реально, за 70, я думаю, ему сейчас, у него... Не, ну, братья и сестры, помните, в Верзеле гала-детянин, там написано так, он же был очень стар, лет 80. Ну, я по Библии. И вот этот брат наш проповедник, у него дочка замуж выходила, и вот вдруг я слышу, что они там с женой своей танцевали. Проповедник. Вот мы еще с одним пресс-фитером приехали к нему домой и говорим, брат, как вы до этого додумались? Вы понимаете, во-первых, вы стали серьезным соблазном для кого-то, во-вторых, вы же проповедник, как вы на свадьбе танцевали. Он говорит, ну, а что в этом такого? Какой в этом грех? Ну, и сразу же все, вот он проповедник, он же знает там, девицы в хороводах и так далее. Вот как бы вы ему сказали, а какой в этом грех? Знаете, слава Богу, тогда Господь дал нам мудрости. Вот в послании Галатам, в пятой главе, написано, там перечисляется, там перечисляется плод духа, качество, и там говорится о делах плоти. И вот там очень интересно написано, пятая глава, с 16 стиха. Павел говорит, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вот не любите мира ни того, что в мире, ибо все, что в мире, не есть от Отца, но от мира сего. Похоть плоти, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. И вот мы с братом, которым посетили этого нашего брата, его жену, мы спрашиваем, а вот то, что вы танцевали на свадьбе, вы как поступили в данном конкретном случае? По духу или по плоти? Как он ответил? Он говорит, по плоти поступил. Мы очень хорошо побеседовали, и мы попросили брат, мне хотелось как-то и потерять его откровенно. И в то же самое время он стал соблазном для каких-то людей. И написано так, что если кто соблазнит, кого из малых, вот тому лучше, мельничный жернов и в пучину морскую. Мы говорим, знаете, вы поступили неправильно, и как служитель церкви вы поступили неправильно. Вы должны прийти на членское собрание, попросить в церкви прощения и покаяться. И, ну, чтобы этот вопрос разрешить, но, к сожалению, этот брат избрал другой путь, он просто перешел в другую церковь. Мы вынуждены были объяснить эту ситуацию на членском собрании, но вот вам конкретный пример, как противостать обмерщвлению церкви, а вот так и никак иначе. И никак иначе. И вот когда мы говорим хлопанье, пирсинг, татуировки, танцы, поцелуи, что угодно, давайте ответим на один вопрос. А вот когда все это делается, это делается по духу или по плоти? Все, вот он весь ответ. Все эти дела это дела по плоти. И если мы говорим о том, что соработник Божий должен противостоять миру, вот она практическая плоскость применения. Но давайте мы пойдем дальше. Похоть очей вообще зрение играет в нашей жизни огромную роль. В Евангелии от Матфея мы читаем такие слова. Шестая глава 22 и 23 стихи. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Смотрите, туда, куда направляются наши очи, наше зрение, вот через глаза. Человек может стать либо святым, либо очень грешным. И похоть очей это мощнейший инструмент вот в работе с верующими людьми в руках дьявола. приведу вам один пример. Один брат, служитель рассказывал мне лично этот пример. Я где-то его рассказывал уже. Он говорит, мы ехали с братом, еще один в машине, и вот в городе, большом городе, подъезжаем на перекресток, знаете, Т-образный перекресток, вот такой, и прямо перед вот этим перекрестком стоит многоэтажный дом. И вдруг говорит, мы вместе видим, на одном балконе стоит один брат сидит, другой брат сидит. Говорит, мы раз сразу глаза опустили, ну там дождались сигнала светофора, проехали, но говорит, вот что интересно, на чем я себя поймал. Когда я в следующий раз был на этом перекрестке один, знаешь, говорит, где мои глаза были? На том балконе. Слушайте, похоть отчей, сильное греховное влечение. Братья, вот вы улыбаетесь, а вы как бы поступили, когда бы в следующий раз приехали к этому перекрестку? Реально, ну согласитесь, сложно, да, не посмотреть на тот балкон? Похоть, а чей? Надо объезжать тот перекресток. Так на любом перекрестке такое может произойти. Похоть, а чей? И вот опять давайте мы вернемся на 30 лет назад, ну по крайней мере это декларировалось, что верующие люди не имеют дома телевизора и не смотрят телевизор. И кстати, знаете, этим упрекали верующих людей, как бы выставляли их такими отсталыми, глупыми, они даже телевизор не смотрят. И кстати, так и было, во многих верующих семьях действительно не было телевизора. Вы помните, что в Советском Союзе показывали по телевизору? Слушайте, ну там очень такие целомудренные и фильмы, и мультфильмы, и программы были, ведь согласитесь? Но почему-то ведь была такая позиция, чтобы не иметь дома телевизора и не смотреть его. Ну потому что это форма развлечения. Я не собираюсь сейчас до конца оценивать, но тем не менее это было. А что сегодня смотрим мы? Братья и сестры, вот просто что сегодня смотрим мы? Вот похоть очей, это огромная тема, об этом можно отдельно говорить, но как многие люди сегодня живут в постоянном осквернении, просто из-за того, что они дозволяют своим очам ходить совсем не там, где нужно ходить очам верующего человека. И последнее, гордость житейская. А что такое гордость житейская применительно к церкви, братья и сестры? Что такое гордость житейская применительно к церкви? Вот я возвращаюсь к лаодикийской церкви, вот смотрите, тут гордость житейская прямо на поверхности. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищий, слеп и наг. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а в наше время никто так не говорит. Мы самодостаточная церковь». Вы слышали это? Да постоянно слышим. Братья и сестры, это же прям вот цитата из этой лаодикийской церкви. «Мы самодостаточная церковь». Слушайте, действительно, некоторые церкви, они не нуждаются в какой-то помощи, но когда это начинает декларироваться, вот она, церковь эта, вот она, реальная опасность, гордость житейская. Итак, как же противостоять обмершвлению церкви? Нужно сказать, что это очень тяжело. И вот обращаясь к ангелу лаодикийской церкви, к пресвитеру, Господь порицает его и говорит то, что ему нужно делать, и нужно сказать, что применительно к миру каждый из нас имеет ответственность противостоять миру в личной жизни, а служитель имеет ответственность перед Богом и перед церковью противостоять обмершвлению церкви. И в пожелание я хотел бы всем нам прочитать слова, которые уже читались, кстати, в эти дни, вот пожелание служителю. Из второго послания Тимофею, четвертая глава. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении его и царстве и его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Братья, особенно старшие пресвятера, мы призваны исполнить вот это слово и останавливать людей в каких-то неправильных поступках, это ой, как непросто, мы все прекрасно это знаем. Но если мы не будем этого делать, произойдет то, что произошло с Лаодикийской церкви. Наши церкви поместные, они имеют опасность духовно умереть. И еще, помните, что вот это обетование Христа, что «сея с вами во все дни до скончания века», оно действует и сейчас. Бог да поможет нам быть верными ему в служении, и в том числе, вот, чтобы противостоять проникновению мира в церковь. Сейчас мы помолимся. Аминь. Дорогой Небесный Отец, сердечная благодарность Тебе за Твою великую любовь, милость. Благодарность Тебе, Господи, что мы имеем Твое святое слово, и Ты призвал нас к Себе, Ты вывел нас из этого мира, Ты привел нас в Твою церковь, и, Господи, Ты не только в церковь нас привел, Ты верил нам служение. Я благодарю Тебя за дорогих лично мне, братьев, сестер, которые находятся в активном служении. Хочу попросить, чтобы Ты благословил каждого из них в отдельности. Ты знаешь их борьбу, переживания, как в личной жизни, так и в деле служения. Ты все видишь, и ты все знаешь. Я прошу Тебя, поддержи каждого из них. Помоги, чтобы каждый из нас на своем месте, в свое время, мог оказать Тебе верность, в том числе, чтобы мир не проникал в церковь. Господь, Ты знаешь те церкви, где уже пошел этот процесс обмерщвления, благословив таковых церквах служителей и дай ему сил и мудрости остановить этот процесс. Помоги, чтобы мы держались Слова Твоего и чтобы мы неуклонно держались Твоего узкого пути. Господь, да будет милость Твоя над каждым из нас. Помоги нам и не оставь нас. Помоги быть верными Тебе до самого конца. Слава Тебе за все Бог наш великий, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Дорогие братья и сестры, я думаю, мы все согласимся, как хорошо нам здесь быть. И я думаю, что это не напрасно каждый из нас здесь находится, потому что мы вот проговариваем эти истины библейские, на которые нам стоит и очень нужно даже обратить внимание. Я думаю, что было бы прекрасно, если бы каждый из нас возвратился в ту церковь, в свое объединение, в свое окружение и был вот этим настоящим горящим угольком, чтобы продолжить вот этот жар и чтобы действительно нам не пережить и не быть свидетелями обмышления церкви. сейчас будет участие хора «Когда Бог с нами?» А затем общее пение «К небу взор я возношу». «Когда Бог с нами?» Кто нас преба сможет? Кто нас выбрать сможет? Из руки Христа 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 «Когда Бог гроза и гранинии и страдания от мира притеснений и голод нагадам?» Но верю я ни высота, ни глубина, ни жизни, ни свет, ни ангелы, ни времена, не окончат Христа Любовь Его не изменяется поверь! Когда Бог с нами? Кто нас преба сможет? Кто нас выбрать сможет? Христа 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 И просто христа Брать bula Христа ust Свят Мат Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 И для молитвы я хочу Вчера пригласить брата-служителя Виталий Самуилович Ткач служитель церкви Вифания bucket Миннесота Давайте мы встанем И брат помолится Вечный Бог мы благодарны тебе за то что ты с раннего утра привел нас всех на это место где приготовил для нас обильный духовный стол твоей заботы твоего попечения твоего обличения и наставления Господи и заботясь через это Господи Ты хочешь, чтобы каждый из нас был верен на том месте, где Ты поставил каждого. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам быть на этом месте, за то, что Ты вдохновил братьев приготовить такое важное служение, для того, чтобы мы, Господи, пошли такими заряженными духовно, для того, чтобы, ободряя церкви, мы вместе все, Господи, шли в вечность. Ты благослови нас на остаток этого времени, когда мы будем здесь. Тебе за все слава, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.